Уважаемый зритель! Уважаемый вор в законе оказался случайно, использовав эту страну в качестве транзитной для посещения Москвы. Таким образом он хотел без лишних проблем повидаться со своими соратниками, ворами в законе Ках и Парпалий, Ках и Гальский, и Бадрика Гуашвили, Бадри Кутаиский. Впрочем встреча воров состоялась, и Нику арестовали уже на обратном пути. Михаил Хананашвили, вор в законе номер один в Израиле. Он уже давно живет в этой стране, является безусловным лидером местного уголовного мира, в его ближайший круг общения входят и большинство бизнесменов из 1990-х годов, обосновавшихся на земле обетованной. Ника считается представителем влиятельного кутаиского клана, однако не со всеми его лидерами у него добрые отношения. Так, стрелы Маняна, Таро, они, скорее, натянутые. А вот Бадрика Гуашвили и Ника, близкие друзья. Хананашвили в основном держится в стороне от активных фас мафиозных войн. Хотя в 2012 году он устроил рукопашную схватку с Гелой Кардавой. Произошла она из-за Бадри. Кардава организовал не обосванную маляву о находившемся в тюрьме Кагуашвили. И Ника, встретившись с Гелой, решил разобраться с обидчиком друга. Волею судьбы Кардава тоже сейчас находится в белорусской тюрьме. В мае 2018 года Бадри вышел на свободу после долгой отсидки, и осенью Ника решил навестить старинного приятеля. А заодно пообщаться с Кахой Парпале, с которым у него сложились добрые отношения. Чтобы особо не светиться, Ханашвили добирался до Москвы через Белоруссию. Бадри, Каху и Нику часто можно было встретить в ресторане Маране, который принадлежит Гелицерцвадзе, с подвижнику Триэланьане, Таро. В этой же компании можно было увидеть и Рамаза Дзниладзе, Рамаз Кутаиский, тоже видного представителя Кутаиского клана, одного из самых близких к Таро законников. Он вышел на свободу летом 2018 года, после чего ему было объявлено о запрете нахождения в России. Однако чудесным образом Рамазу пока удалось обосноваться в Москве. Неожиданно свой 50-летний юбилей в Маране решил отметить Эдуард Осетрина, ранее не бывший частым гостем в данном заведении. На празднике присутствовали Бадри, Каха, Ника, вроде бы все прошло мирно. Однако существующая между Кахой и Осетриной напряженность сохранилась, похоже, навсегда. Парпале, перебравшись в Москву, стал ближайшим сподвижником на тот момент главного вора России Захария Калашова. Шакра молодой. В близкий круг общения Кахи вошли родственники Шакра, Давид Азманов, Дата, Нодар Асайян, Нодар, и Шалва Азманов, Куса. Последняя, хозяева Юга России, в том числе Ростовской области и Краснодарского края. На эти регионы простирается амбиция Осетрины. Однако пока Шакра был на свободе, он старался не афишировать свои притязания. После того, как Калашова арестовали, Асатриан выждал определенное время, а потом начал пытаться распространить свое влияние на юг России. Родственникам Калашова удается весьма успешно отбивать атаки Осетрины, что последнего крайне раздражает. Каха, как верный сторонник Шакра, полностью поддерживает Азманова Хасаяна. Асатриан и Парпали открыто не конфликтуют друг с другом. Вместе отметили югелие Осетрины. Но между ними существует неразрешимая проблема в лице Азманова Хасаяна. Эдуард Асатриан и сблизившийся с ним Дмитрий Чентурио сейчас являются самыми активными в России ворами в законе. Когда же в поле зрения этой пары попадает чужак, который может усилить другой клан, пусть даже и невраждебный, с ним непременно происходят какие-то неприятности по силовой линии. То следует объявление о депортации, то задержание за какое-то нарушение. Такая история приключилась и с Никой, когда он возвращался из московского отпуска. Подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо.